Шанс на полноценную жизнь. У пятилетнего Олега, кроме врожденного гидронефроза, редкая аномалия почек. Ребенок нуждался в срочной операции, а денег у семьи переселенцев из Луганска на это не было. Как спасали мальчика, расскажет Татьяна Блинова. Пятилетний Олег приходит в себя после тяжелой операции. Чтобы починить почку, я сюда приехал. Потому что у меня огромный сосуд, который перегородил дорогу мочеточников. Диагноз гидронефроз ребенку поставили еще до рождения, а в два года стало известно про еще одну аномалию. Почки малыша срослись в форме подковы. Предпосылок не было ни у кого в роду, таких заболеваний нет, поэтому очень сильно переживали, как будет проходить все. Доктора успокаивали, говорили, что возможно, когда он родится и начнет ходить в туалет самостоятельно, то оно все пройдет. К сожалению, чуда не произошло. Очередное обследование показало – нужна срочная операция. Каждый год мы делали урограмму, каждый год мы снимали, вводили контракт с веществом и смотрели, как работает почка. В этом году сделали, и доктор сказал, что необходимо медицинское хирургическое вмешательство. Откладывать операцию было нельзя. Ребенок мог лишиться жизненно важного органа. Это такое заболевание, как наш доктор говорит, очень коварное, потому что оно никак не проявляется, но только если оно уже, когда оно проявляется, то почка уже высохла сама по себе, и тогда просто обрезается остаток ее. Эта новость стала для семьи ударом. Почти два года назад они остались без жилья, переехали из Луганска в Черкассы. Там снимают квартиру. Работает в семье только отец Олега. Пяти тысяч его зарплаты хватает лишь на жилье и еду. Средств на операцию у семьи не было. Врач, который наблюдает ребенка с рождения, посоветовал обратиться за помощью в гуманитарный штаб Рината Ахметова. Финансовой возможности у них нет, кроме штаба Рината Ахметова, некому было им помочь. Они обратились к нам на горячую линию, и было принято решение экстренно оказать им помощь, так как операция была срочная. Олега прооперировали в хирургическом отделении столичного института педиатрии, акушерства и гинекологии, с которым гуманитарный штаб Рината Ахметова активно сотрудничает. Если бы ничего, не выполнить эту операцию, то почка бы просто-напросто погибла, она превратилась бы просто в мешок с мочой, и все. То есть сам фильтр почечный, он бы погиб. Довольно часто мы оперируем с такими проблемами. За время своей работы гуманитарный штаб Рината Ахметова уже помог в лечении 872 тяжелобольных детей. Татьяна Блинова, Владимир Конопля, События, Канал Украина.